30 плюс. Вот с такой температурой воздуха пришлось жить в июне жителям нашего города. И вроде бы для лета это нормальная температура, но в условиях жизни в городе справиться с таким высоким градусом совсем непросто. Есть все шансы закипеть. Жителям каменных джунглей особенно сложно в этот период, так как от угольно-черного и накаленного до предела асфальта еще жарче. Все пытаются найти выход из этой ситуации. Помочь жителям решили и городские власти. Теперь график работы Брестских фонтанов скорректирован. Они будут работать ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ну а горожане, конечно, отправляются на пляжи получить свою порцию прохлады. Радует, что осознанные взрослые рассказывают детям, как уберечь себя от беды в такую знойную жару. Надеваю панаму, пью воду, в тень захожу, искупаюсь, чтобы немножко освежиться. Во-первых, мы пользуемся солнцезащитным кремом, головным убором. Ну, периодически заходим в воду, периодически одеваем на ребеночка маечку. Я уже сама сгорела, поэтому я уже в майке. Ну, сейчас будет самое активное солнце сейчас дня, поэтому, в принципе, уже пойдем домой. Именно так самые опасные часы считаются с 11 до 4. Когда солнце наиболее активно, в этот момент лучше оставаться дома или в тени. На пляже необходимо использовать солнцезащитный крем, пить много воды, прикрывать тело и особенно голову. Ведь солнечный удар наступает при воздействии прямых солнечных лучей именно на непокрытую голову. Тепловые удары делятся на три категории. Синкопальное состояние – это самое легкое. То есть, это получается легкое помрачение рассудка, головокружение, тремор конечностей, где-то спутанная речь. Вот такое вот состояние. Потом следующее идет тепловой удар. Сопор – это уже обморочное состояние, то есть, это средние тяжести, но человек еще реагирует на боль, у него как бы сохраняется, но сознания нет. И уже самое тяжелое состояние – это сопор, когда человек просто-напросто не реагирует, он лежит в обморочном состоянии и никаких ни движений, ничего. Просто поверхностное дыхание сохраняется. Как утверждают медицинские работники, тепловым и солнечным ударом наиболее подвержены дети, подростки, пожилые люди, а также люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Как помочь себе и человеку, попавшему в такую ситуацию? Если это синкопальное состояние, человек самостоятельно может сказать, что я себя чувствую плохо, мне нехорошо, самостоятельно, в принципе, как бы может где-то обтереться водой холодной, уйти в тенечек, лечь на спину и приподнять немножечко ноги кверху. Если это обморок, то есть это уже помощь могут оказать ближайшие отдыхающие, находящиеся на пляже, те же взрослые. Там может быть какое-то похлопывание по щекам, может быть какое-то растирание висков водой. Используем также аммиак, нашатырный спирт, то есть получается при резком вдыхании человек приходит в себя. И точно так же его уже, он не самостоятельно, а его другие могут укладывать также на спину, приподнять ножной конец и где-то тоже можно сбрызнуть прохладненькой водичкой. Это тоже лучше либо тенечек, либо какое-то помещение прохладное. Еще одна вечная проблема – халатное поведение отдыхающих на пляжах, с которой регулярно сталкиваются матросы-спасатели, следящие за порядком у воды и на воде. Употребление алкогольных напитков, оставленные без присмотра дети и многое другое может привести к печальному финалу. Люди, которые злоупотребляют алкоголем, они выпивают и под этим уже не понимают, что, соответственно, происходит. Лезут в воду, либо загорают, отрубаются. За этим, конечно, надо следить. Конечно, хотелось бы, чтобы родители смотрели за своими детьми, потому что есть определенные зоны, где дети должны находиться, не отплывать глубоко, далеко, постоянно быть под контролем. И, наверное, чем-то мазаться какими-то кремами от загара, потому что моментом в такую жару можно просто сгореть. И очень опасно. Главное знать – можно снизить риск любой опасности, находясь под солнцем, всегда помня про последствия и урон, который может причинить бездумное отношение к своему здоровью. Продолжение следует...